В общем, ребятки мои хорошие, у меня вчера была ужасная ночь, или утро, я даже не знаю, как это назвать. Если быстро и коротко, вчерашний влог, я его монтировала достаточно долго, потому что там было много материала. Я уже закончила, мне оставалось 10 минут домонтировать, у меня бы это минут 20 заняло, наверное, не знаю, может даже меньше. Поскольку я и так знала, что я там говорю, это был последний такой кадр, который я записывала. Где я прощаюсь с вами, и коротко говоря, всё удалилось. Я не знаю почему, но это происходит уже второй раз за месяц, ну не за февраль, а просто за 30 там типа дней. И для меня это странно и непонятно, я грущу. Всё это произошло примерно около 4 утра ночи, и мне, конечно же, пришлось заново монтировать видос, и я закончила где-то ближе к 6, не знаю, к 7. Вот так. Потом ещё где-то 40 минут, 50 минут сушила голову. Конечно, я могу её посушить и быстрее, но мне было принципиально уложить её. И я такая думаю, блин, обычно я просыпаюсь, и у меня волосы точно такие же, как я их укладывала. Ну, может, не настолько идеальные, но в целом всё примерно так же. Сегодня я просыпаюсь, и всё не так. Жить просто, не знаю, испытания мне какие-то преподносят последние дни. Ну, а я не расстраиваюсь, поскольку нет таких испытаний, которые мы не можем преодолеть. Сегодня я встала, конечно же, очень поздно, хотя будильники у меня были, которые будили меня, и раньше я могла встать. Но мне было очень хорошо спать, и я из принципа не вставала. И знаете что? Если бы не погода за окном, если бы я не слышала дождь, я бы, наверное, встала. Не знаю, через сколько, может, через час-полтора приедет Слава с дачи, и, может быть, мы с ним потусуемся, чем-то займёмся, а завтра мы со Славой едем на съёмки. И мне написали, что снимать-то можно, хотя я даже не спрашивала, и просто мне написали сегодня днём, до того, как я выставила видео, где я говорю, я не знаю, можно там снимать или нет. То есть просто услышали мои слова люди, телепатически, я не знаю. Снимать можно, только нельзя что-то конкретное снимать. То, что, в принципе, ну, пофиг, вообще могу и не снимать это. А сами съёмки, всё, что происходит, я могу снимать, и я очень рада. Завтра к четырём часам мы должны со Славой быть, ну, далековато ехать, но будет прикольно. Я очень грущиваю, что за кофе не пошла, потому что я люблю кофе. Хотя, знаете, я не всегда любила кофе. Может, я года три как люблю кофе или четыре. И я не могу сказать, что я прям чувствую, когда я пью кофе, неважно, там, какой капучино. Я не могу сказать, что я сразу чувствую какой-то заряд энергии, типа, спать не хочется, вообще не знаю. Это, грубо говоря, знаете, я могу ночью выпить кофе, и вообще ничего не изменится, и я могу лечь спать. Нашла у себя в столе, точнее, не в столе, а вообще в какой-то косметичке, богом забытой. И вот такую штучку от Givenchy для бровей. И она офигенно их укладывает, она их так держит. Просто у меня была какая-то старая, я не знаю, сколько ей лет, она убитая, там вообще уже ничего нет, чем мазать надо. И она вообще не держит, а эта прям держит. И я помню, что вчера я докасаюсь до бровей, я понимаю, что там пипец твёрдо. Это то, что нужно, потому что у меня на некоторых видосах, короче, брови накрашены выше, а сами волоски торчат вниз. И люди что-то там писали, типа, ой, у тебя раздвоенная бровь. Понятно же, что просто у меня бровь скатилась, и нужно её зачесать. Ну, типа, волосок вниз смотрит, а тень наверх. Ну, блин, это просто некрасиво выглядит по-дебильному, как-то реально, как-то у меня какая-то раздвоенная бровь. Ну и вот. А вообще я очень хочу в кино, вот реально, очень хочу в кино. Мы со Славой недавно ходили на фильм с Уиллом Смитом, но мне понравился, как он там называется, Плохие парни. Мне понравилось, но больше всего мне понравился начис и попкорн. Ребят, никогда не забывайте про румяна. Они просто всё меняют. Они сразу меняют внешний вид. И ты сразу свежая, молодая, светущая прелесть. Билочек, не бойся. Просто чихнула мама. Блин, погода просто... Фу! Не-не-не, я никуда не пойду. Ну, что хотите делать? Что хотите? Пишите, я никуда не пойду. Не знаю, вы это видите? Там дождь. О, кстати, моя машина. Привет, моя хорошая. Там просто лютый дождь. Посмотрите на дорогу. Вам, наверное, плохо видно и плохо понятно, но там всё в такой слякоти водяной. Видишь, шлёпает человек. Фу, слякоть водяная. Виф, ты это видела? Там такая мерзость. Ты это видела? Такая мерзость на улице, пипец. Ну, давай, иди уже. Булочка мамина, собачка ненаглядная. В общем, я хожу как такой милый бомжик. Как же мне нравится мой цвет волос, девочки. Я просто смотрю на свои какие-то там старые видеофотки, где у меня волосы посветлее. Я в шоке. А ещё как же мне нравится то, что здесь окно такое. Только нужна тюль. Или шторы. Я вообще думала, знаете, шторы сделать тёмные по бокам. А так тюль. Ну, так, чтобы как бы дизайнерское решение. Я не буду омлет. Я буду твикс. И мне этого достаточно. Для такой-то худышки, как я. Кстати, сколько я вешу? Очень интересно. Недавно я была на грани весить 49. Это не то, что я себе морю голодом, я не знаю. Так. Вот. 50 и 8. Это я в штанишках. Корточки. Конечно, они не сильно много весят. Теперь, вы знаете, променять чуточку больше. Фу, здесь ещё хуже погода. Why? Why? Кто на мне написал? Ничего интересного. Ужас Мне нужно срочно в кино Сейчас Левечку маму твиксирует И чипсы Утром начинается не с кофе Коментосики Пападосики Че пишут Так, ну все хорошие комментарии Конечно же сразу я лайкаю А я люблю такие скучные влоги Большинство простых людей так и живут Так живу и я Мне приятно видеть такие видео Ты мой хороший Где ты Нижнее подчеркивание 0-555 Спасибо тебе Юля, ты перестала пользоваться брови пастой Почему? Да она меня достала Я ей по настроению пользуюсь Она какая-то странная Мне не нравится, что когда я начинаю Зачесывать Очень туго как-то все идет Мне хочется просто взять что-то Намазать такое легкое водянистое Чтобы оно затвердело Ну не знаю, вот это ковырять Этот кусок мыла Потом вот так вот делать Ну Штука рабочая Но мне как-то очень долго с ней возиться Не нравится Так приятно Пишут Оказывается так соскучилась по Юле Ржала со всяких мелких моментов Прям в голос Жду второй день Блин Спасибо вообще Представляете Пишут Знакомый живет в Китае Не так все страшно Как раздувают СМИ На самом деле Умирают 2% От зараженных И это либо старики Чей иммунитет очень слаб Либо те Кто очень сильно запустил И не лечит У меня для вас новости Во-первых Слава мне написала То, что он не приедет Через час-полтора Он сказал, что он задерживается И приедет Попозже Часа через 3-4 Не знаю Примерно так Поэтому я написала Наде И сейчас мы с ней поедем в Атриум Пошляемся Но на самом деле Мне нужно посмотреть Кое-что из косметики Хочу все Но не хочу при этом Тратить деньги Девочки Вы меня понимаете? Так что Короче Вот сейчас я уже буду выходить Только переоденусь Это у меня такая домашняя кофта Хотя я в ней вчера в ресторан ходила Ну просто обычная черная кофта Вот Пойду переоденусь И поеду за Надей Ребята Вы только посмотрите на Вивьену Я застелила Положила тут подушек И теперь она просто царица Я преклоняюсь Преклоняюсь перед тобой Мое солнышко А еще, кстати, ребят Хотела сказать Конечно Это не супер важная информация Наверное Но Просто послушайте У меня в одном ухе Две дырки И в одном ухе Я практически никогда не снимаю сережку Видите? Тут еще одна дырка И здесь тоже одна дырка То есть тут две дырки И чтобы надеть какие-то украшения Мне нужно снять только одну сережку здесь Хотя их тут две И тут одну Понимаете? Мне очень часто пишут Юля Ты потеряла сережку У тебя только одна сережка в ухе Вот Нет Не потеряла Просто здесь у меня две дырки И эту сережку я никогда не снимаю Потому что она мне не мешает Виво Пока Я только что икала Минут двадцать Наверное Не знаю Это было ужасно Короче План такой Сегодня я очень сильно хочу сходить в кино Я Славе об этом сообщила Мое желание Он услышал И не знаю во сколько он приедет Конечно же Но все равно фильмы Которые более-менее меня заинтересовали Они очень поздно начинаются Просто зацените мой стиль Я такой Я из 2005 Ооо Завтра съемки Так волнулись Еще нужно выбрать В чем я буду И приехать мы туда должны Уже красивые Накрашенные Наряженные Блин В Макдональдс хочу О боже О боже Он прям мокрый Слизстый Короче представляете Я сейчас еду за Надей И вижу как чувак едет по встречке Вот он глупенький Ну типа я еду сейчас по дороге Где только одностороннее движение В ту сторону куда я еду А он ехал на меня Я столько нарушителей вижу постоянно И мне интересно Их хоть наказывают Сейчас я заберу Надю Мы себе немножко поболтаем О жизни О личном То что Нельзя вставлять в интернет И потом Я к вам вернусь Короче мы приехали в торговый центр И пока мы парковались Короче я стою И мне нужно припарковаться И как бы назад Нет ты едешь назад Да я уже назад ехала И ехала назад Сзади меня стояла машина Достаточно большая Больше моей И какого-то хрена Она начала ехать И типа планировала меня объехать С левой стороны И короче она такая проезжает Я думаю что ты делаешь Берет и задевает мое зеркало Смотрю там сидит баба Я не растерялась И как начала Ей рассказывать Но если бы там сидел Огромный волосатый мужик Если бы там сидел мужик Ну не знаю Все равно я бы ему сказала Что ты делаешь Вот так Ой мужчина Ну что же вы так Извольте Вы все аккуратно Вы глупо с ними занимаетесь Но поскольку там была баба Самое главное Что у нее зеркало Сложилось наполовину Она даже этого не заметила Она вообще сидела с таким лицом Типа все нормально А пошли в эту все пару Любимые магазинчики Смотрите это косметика Рианы Пробуй Кстати вот это наверное Нравится тебе? Ого Ну он слишком Слишком сияет Ну хотя Ну смотри на камеру нормально Но в жизни это конечно же Ну вот это вообще жесть Светофон какой-то Ну кому-то пойдет Но мне кажется это прям очень Ну вот вот что-то такое Ну типа румяна с хайлайтером Нет это тоже хайлайтер А что они розовые? Ну просто такой оттенок Этот типа холодный А этот теплый Ай это что такое Тут все закрыто? А это пудра типа? Да Ну это конечно интересно Это конечно очень интересно Но я таким мазать не буду Брондирующая пудра Мне не надо И мне не надо Какое И мне не надо Понятно Пойдем Аааа Бека Вот это я просто обожаю Это мой любимый хайлайтер Недавно я купила себе вот этот Дорогущий За 3,180 И что вы думаете Я им пользуюсь? Он слишком золотистый для моей кожи А идеальный И тот который у меня заканчивается Которым тоже сейчас пользуюсь Это вот этот Просто кто-то у меня спрашивал Короче вот этот И он офигенский Он такой типа для всех подходит Этот слишком белый А вот этот идеальный 3,150 Почему так дорого? Почему это так дорого, Надя? Что? Прикинь, это помада такая У меня этот хайлайтер для тела Но все же Пипец Почему такие размеры? О, помады Мне нравится вот эта, кажется Как у меня? Да Да, она офигенская Если вдруг кто-то смотрит На нее, значит Дороги на 8, да? Всего-то стоит 5,290 Ну, на самом деле Я не очень люблю такие Я больше люблю Что-то на повседневную жизнь Типа, знаете Ну, вот эта Это типа самая популярная Вот эта? Да Ну да Она больше всего на повседневную подходит О, это цыгане Красятся так Ну, вот здесь красиво накрашено Ну, это ты же каждый день Ну, понятно Тем более, я так не умею Тем более за 5,000 Да, за 5,000 я так не умею А эта новая Ну, понятно Она вся в блесточках Что еще? О, кстати Что? Это хайлайтер? Нет, это маленький Это маленькая версия вот этой Слушай, вот эта классная Очень хорошая цыта Я вот такие обожаю Ну, не блестящие Хотя блестящие тоже прикольные Почему тут тоже мне очень нравится? И стоит всего 2,670 Надо запомнить Вау, ей это нравится Конвульсии Помады Ай, ну да Конечно, это все интересно Блестки не люблю Бронзер Открывай скорее Бронзер Нифига Интересно А тут, кстати, это кремовый Хороший Все тут хорошее А что здесь за собрание такое? Косметика Сифара А, это прям Сифара? Это прям Мак Да, прям Нифига Прикольно Короче Я купила себе кое-что в Мак Покажу дома И кое-что вот в этом магазе Это не сумка Это что-то очень маленькое Но то, что я давно хотела поменять И просто мимо проходила Мне понравилось Решила взять Но вообще-то я такую штуку хотела взять Кучи Ребят, я уже дома И пока я дошла до подъезда От машины случилось невероятное Я просто, я думала, что все Короче, я иду И в метре от меня Падает просто огромная куча слякоти С крыши Я испугалась Я такая, типа Вот так вот это было И это просто ужас Я не представляю Если бы на меня это упало Наверное, мне было бы очень больно Я думаю, что я бы осталась жива, конечно Но я думаю, мне было бы очень больно Возможно, даже до слез Потому что был такой звук И там была такая куча Пипец Пора сделать, типа, распаковку Того, что я купила На самом деле, немного чего купила Но денег потратила Я была в мат И я давно хотела купить себе Что-то для бровей Тени Потому что я постоянно пользуюсь Тенями от Too Faced Которые вообще-то для век И меня это немножко бесит Потому что у меня огромная палетка Которую мне постоянно приходится С собой таскать Из-за одного оттенка Потому что он идеален Для моих бровей И я решила попробовать взять Вот такую штучку Не знаю, насколько сильно Она мне понравится Но выглядит она интересненько Компактная И тут, в принципе, есть Все, что нужно для бровей Тут три оттенка Сейчас покажу Как только разберусь Как это открыть Ладно, порву Вот такая маленькая коробочка Не знаю, что тут написано Вдруг что-то Что будет вам полезно И открываем ее Она вообще-то всего открывается Кажется, я уже жалею, что это взяла Это просто дебилизм Себе даже эти штуки испортила Короче, я ее открыла здесь Вот это я уже испоганила Поскольку еле открыла Эту дебильную коробку Не берите Мне уже не нравится Потому что я ее еле открыла И вот когда я ее открыла Все нахрен разлетелось В комплекте идет Вот такая кисточка Маленькая Тут есть светлый оттенок И его типа под бровь наносить Сейчас прямо попробую Ну, короче, обычка Так, и еще шла Вот такая, получается, уже Чем брови мазюкать И такая расчесочка для бровей По цвету мы определяли Смотрели там Что больше похоже на мои брови То, что у меня уже накрашено Ну, я думаю, что по цвету В принципе, мне это подойдет Оттенок мне знакомый такой В принципе, я примерно чем-то таким Грови себе и крашу Просто непонятно, что по консистенции Как-то будет ложиться Защелка тут отвратительная Я даже не знаю, смогу ли я теперь открыть еще раз Это просто отвратительно Это просто отвратительно Открыла, но опять с трудом Это ужас Это просто ужас Потом еще я взяла вот такую штуковину Это тушь для бровей Она вроде как и должна Их держать И закреплять И она прям такого коричневого цвета И она придает, понятное дело, цвет бровям Не знаю, буду ли я пробовать это завтра Поскольку завтра у нас важные съемки И я должна выглядеть так Как я точно знаю, что мне понравится Но, в принципе, это прикольная штучка Вот эта вот штука Тени для бровей Стоили 2550 рублей А вот этот вот гель Для бровей Он стоил 1400 Вот так Следующая моя покупка Была очень спонтанной И незапланированной Я давно хотела себе поменять Кардхолдер Потому что мой меня задолбал Ну, не нравится уже Я не знаю, сколько ему лет Много И мы проходили с Надей Мима магазина DKNY У меня сложно с произношением Но я взяла себе вот такой кардхолдер Он мне просто понравился Вообще, я хотела же себе взять Типа от Гуччи Но потом подумала Ну, когда я еще доеду до Гуччи В ближайшее время Я не планирую тратить большие деньги На сумки Или еще какую-то фигню Поэтому я пока туда не собираюсь И решила взять себе такой По деньгам 3 990 И мне нравится Прикольная штука Вот такая И она, кстати, больше моей И более вместительной У меня вот здесь вот нету такого кармашка А у меня очень часто с собой наличка А еще такие новости Сейчас 21.11 И мы со Славой уже взяли билеты На фильм Под водой С Кристин Стюарт Пойдем В 22 22.25 Короче говоря, через минут 40-30 Нам уже надо выходить Поэтому я сажусь за монтаж Не знаю, сколько я успею смонтировать Пока мы дома находимся До фильма Но в любом случае Постараюсь что-то успеть смонтировать А потом поедем в кино Так, мы уже вышли из дома Потому что время идти в кино А еще я узнала секрет Того, как ходить в кино Чтобы точно пойти в кино Нужно купить билеты онлайн И потратить деньги И тогда Ты и твои ленивые жопы Не смогут остаться дома И не пойти в кино Привет, мой милый В моих влогах я очень любя билеты и нежды А во влогах Слава я злая Мигера Да, ну я же не злая Ну скажи Просто ты меня всегда снимаешь Взлостный мой момент Не знаю Смотрите, какая грязь Вот здесь я стояла И сверху оттуда Мне чуть на голову не свалилось Слякать Ой, а здесь уже не так грязно Но вот здесь, чтобы сесть в мою машину Мне нужно наступить в лужу Ля-ля-ля Сфоткаю нас А, не получилось Так, вот уже наш начес Который я съем Уинонимые хорошие Сейчас там насыпят луккорна Ты рад? Очень Такой хорошенький Булочкин побрился Че идет в кино? Мя Дети здесь пропадают давно Но их никто не помнит Словно их никогда и не было Мила Ючка Ты не хочешь родителей обнять? Ну и че сидишь? Че не идешь обниматься? Привет, Булочка Привет Лапочка Сейчас я тебя обниму В общем, как вы могли догадаться Мы сходили в кино На фильм под водой И это было Офигенно Фильм классный Кристин Стюарт Классная И я даже испугалась Один раз очень сильно Когда мы смотрели этот фильм Потому что он как бы Ну типа ужасник Так Ну что ж, ребят Мы уже дома Все Я уже все смонтировала До вот этого момента Нет Не до этого До того, как мы пришли Короче Вам же так интересно? Сейчас я остановилась На вот этом моменте Мы поднимем в кино Я уверена, вам очень это интересно В общем, сейчас я закончу монтаж И сейчас всего лишь час ночи Это просто офигенно Это значит, что я сейчас пойду в душе Там с кайфом Не буду торопиться никуда Приберусь дома Сейчас сделаю видос Ну, немного времени осталось На видос И Я рада А еще вы представляете, что Я разобралась с тем Почему у меня удалялись видосы Которые я смонтировала Что происходило Почему мне приходилось Заново монтировать Один и тот же видос Я Прихожу сегодня Сажусь за комп До того, как мы ушли в кино Я уже начала монтаж И какую-то там часть смонтировала Которая тоже заняла у меня Ну, где-то час, наверное Это же время, верно? Вот И Я смотрю Опять все удалилось Опять ничего нет Где Где мой проект? Я такая думаю Господи, твою мать Что такое? Опять И потом я замечаю Одну маленькую деталь Я смотрю На свой рабочий стол И вижу, что Моего жесткого диска Который подключается к компу Нет А проекты Я сохраняю На этом жестком диске Точнее Я их сохраняю Только на момент монтажа Как только у меня выходит видео Я нафиг сношу этот проект И удаляю Все материалы Которые там я наснимала Чтобы не занимала память И все такое И Я смотрю Он просто отсоединился от компа Я его подсоединяю И Пу Весь проект Тут Это значит Лишь одно Что вчера И в другой день Когда у меня слетел видос Я зря монтировала второй раз Просто я не заметила Одну маленькую деталь Поэтому теперь я знаю Так что вот Я прям обрадовалась Представляете Не бывает Вот только черных полос Черные и белые полосы Ну как зебры Блин Да Бывают неудачи Но это значит Что потом Ты разберешься И все будет круто Вот какой урок Я для себя вынесла С этой всей ситуации Конечно Вчера мне хотелось Кого-то убить Но сегодня Я знаю Что стало сильнее Вот такая вот Классная у меня речь На самом деле Я хотела с вами попрощаться Сказать Что завтра у нас будет Очень сложный день Точнее уже даже сегодня И мы едем сниматься Я очень волнуюсь И я могу сказать Директору Или редактору Программы Чтобы либо обязательно Ко мне подошли И спросили у меня что-то Про ведущих Я говорю Это ваш шоу Либо я могу сказать Чтобы ко мне не подходили Ничего не спрашивали Суть в том Что я очень хочу Чтобы у меня что-то спросили И я что-то классное сказала И меня показали Вблизи по телевизору Просто так Типа ну надо же Где-то появляться Все такое А с другой стороны Я безумно волнуюсь Переживаю И я этого совсем не хочу Потому что я не хочу Чтобы у меня что-то спрашивали Я не хочу переживать Всю программу Что сейчас ко мне подойдут Что-то у меня спросят И я должна что-то ответить На самом деле Там вопросы Очень легкие будут Ну Насколько я себе Это представляю Но Я же могу сказать Какую-то глупость И потом буду думать Боже Зачем я это сказала В общем Не знаю Я переживаю Я пока думаю И учитывая меня Я очень люблю Вводить себя В стрессовое состояние А для меня Все публичные Какие-то там Ну ладно Не публичные там Выходы А передачи Для телевидения Где мне надо Что-то говорить Для меня всегда Это очень стрессовая ситуация Даже если это не прямой эфир А просто запись И я понимаю Что в принципе Я могу сказать Чего угодно Пофиг вообще Это могут вырезать Но я просто так боюсь Это единственный Мой страх Моя фобия И моя фобия заключается Не в том Что я боюсь Типа опозориться Какую-то глупость сказать На самом деле нет Она заключается Просто в том Что мне дадут микрофон И я должна в него Что-то говорить Я очень переживаю В такие моменты Очень сильно нервничаю Волнуюсь Просто не нахожу себе места Мне кажется Что я нахожусь В каком-то астрале В этот момент Когда снимается Какая-то передача Но Когда наступает Ответственный момент Каким-то образом Я не знаю Почему Но я собираюсь И вот это волнение Оно не то чтобы уходит А просто оно дает мне Сил Что-то нормальное Ответить Я не знаю Я просто дико угораю Поскольку В прошлый раз Когда я снималась Для телека Это был прямой эфир С Андреем Малаховым И я просто максимально Не ожидала Что в самом начале программы Андрей Обратится прям ко мне Назовет меня по имени И я в тот момент Даже еще Программа только началась И еще как бы Нечего разбирать Не на что отвечать А он такой Иуль Что скажешь Я просто Офигела Я реально просто Офигела И Ну я что-то сказала Нормальное Не то что прям Супер там В тему Но нормальное И потом тоже На передаче Я что-то говорила Но знаете Я такой человек Я не могу выкрикивать Вот на таких передачах Прямой эфир Там да Пусть говорят Я знаю Что там Туда всегда приходят люди И они начинают Просто сами говорить Они могут Начать что-то говорить Я про экспертов Ведущий к ним даже не обращался А они могут начать что-то говорить Ну кто смотрит прямой эфир Там пусть говорят Вы знаете Как это все происходит И я не могу так Даже если Мне есть что сказать Я Всегда боюсь Что я сейчас начну что-то говорить Кого-то перебивать Или я что-то скажу И вообще Не туда пойдет Но самое крутое Что я помню Что на прямом эфире Я все-таки Каким-то образом Прям сказала в тему И вот я всегда Не то что переживаю Сказать не в тему Короче нужно просто успокоиться Я не знаю Почему для меня всегда Это так волнительно В общем Сейчас я буду собираться С мыслями Готовиться Думать что я завтра надену Надо завтра Пораньше встать Накраситься Собраться И я не знаю Я же вчера голову помыла А теперь я думаю Может быть мне сегодня Ее снова помыть Либо завтра утром Ее помыть И круто уложить В общем у меня столько Вопросов и переживаний И есть мысль Что все-таки Наверное я буду Завтра утром Мыть голову И сидеть ее укладывать Чтобы волосы были Офигенски внизу Потому что сейчас Какая-то фигня Так что вот Но самая большая проблема Мне нужно придумать В чем я буду Так что вот На этом все ребят Надеюсь что вам понравился Сегодняшний день Завтрашний день Будет очень волнительный Для меня А возможно Он будет очень легкий Лайтовый Ко мне никто не подойдет И я вообще расслаблюсь Просто суть в том Что это музыкальное шоу В общем ладно Всем еще раз большое спасибо За просмотр Надеюсь что вам понравилось Это видео Надеюсь что Оно было интересным Надеюсь что Скрасило ваш Вечер Если вдруг Вы в моих видосах Видите какие-то Классные моменты Прикольчики Которые вам Ну реально понравились Обязательно выставляйте К себе в инстаграм В истории Отмечайте меня Я буду репостить И не забывайте Подписываться На мой тикток Я туда каждый день Что-то выставляю И хочется Побольше прикольчиков Снимать В общем Обязательно подпишитесь И Всех люблю Целую Обнимаю И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok